Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы находимся в одной из самых лучших гримерок Дворца культуры «Современник». Рядом со мной известный певец Шансонье Алексей Брянцев. Здравствуйте, Алексей! Большое вам спасибо, что за несколько часов до начала своего концерта и выхода на сцену вы согласились дать нам интервью. Как настроение, Алексей? Уже лучше. Сегодня выспались. Потому что регион сибирский имеет часовые пояса, разница сложная. У нас каждый день концерт. Начали мы с Кемерово, отработали утром, вылет в Красноярск. Вот так уже в течение трех дней сложновато. Коллектив весь в полутуманном состоянии. Сегодня в Иркутске впервые мы выспались, потому что живем здесь, в Иркутском отеле. И переезд очень удобно. Очень удобно. Поздний выезд. Обычно нас рано поднимали утром, и сразу в аэропорт и перелет. Я думаю, все будет хорошо. Полная энергия, батареечка зарядилась. Здорово. Алексей, маленькая справка в самом начале нашей беседы. Алексей Брянцев, певец. 38 лет. Родина. Поселок ВНИИС Воронежской области. Образование высший политический институт. Знак зодиака. Рыбы. Женат. Воспитывает дочь. Все правильно. Ну, почти. Почти. Вы нарыли даже какой-то поселок ВНИИС. Действительно, я там проживал какое-то время. Но это не родина? Поселок Рамонь есть. Под Воронежем есть поселок Рамонь. Вот это моя родина, да. Исторический поселок. Ну, о нем можно долго говорить. Тянет на родину? Я там и живу. Как здорово. Да. Я там и проживаю постоянно. То есть, я не поменял свою малую родину на столицу нашей страны. Мне там удобно, там круто. Но в Википедии место проживания все-таки Москва указано. Нет, это неверно. В Википедии написано, что Алексей Матвеевич Брянцев. Я Сергеевич. Да. Есть Брянцев старший, есть младший. Вы младший. Да. Я младший. И я, если так можно обозвать, я в этом проекте в качестве исполнителя младший. Старший же занимается полностью всем. Он и композитор, и автор всех текстов, и аранжировщик. То есть, это вся большая работа. То, что слышат, да, это все его. Я в этом проекте как голос. Только голос, и все. И более. Автор проекта, так называемая Бутырка. Все правильно? Да. Ну, процентов на 80, наверное. То есть, тоже он занимался Бутыркой, но и многими другими проектами в жанре. Почему именно шансон? С вашими данными можно было бы прекрасно пробовать себя в других жанрах? Можно было бы пробовать. Я об этом не думал. И шансон, это настолько случайно получилось, я себя искал вообще в другой отрасли. И заканчивал я в Воронежский, как вы заметили, технический университет. Значит, инженер по теплоэнергетике и нефтегазовому делу. Ну, думал, что буду как-то в этом направлении двигаться. И друзья мои при встречах, где-то там и караоке какие-то, клубы были первые еще, я помню, открывались у костра с гитарой. Мы пели песни. Зачастую я лично исполнял Михаила Круга. И мне просто все рекомендательно просили поехать куда-либо, чтобы тебя послушали. И получается неплохо. Ну, вот нашел я нашего Алексея Брянцева-старшего. Исполнил, и с того времени все началось. Это был 2006 год. Как раз я исполнял, помню, какие-то несколько песен Круга. Его очень сильно удивило. На тот момент у меня было 23. 23 или 22. Но это не столь важно. Не соответствует возраста, внешности и с таким баритоном. И с этого момента началась работа. Он сам предложил, говорит, давай попробуем. Попробовали. Вот 16 лет занимаюсь. Хорошая попытка. То есть ничего специального не было. Никаких вложений, никаких спонсоров. Это все получилось как-то, знаете, есть же такое слово «судьба». Судьба повернула вот на эту тропинку. Вот так у меня и сложилось. Я вам, скажу и честно, я даже тысячи рублей не потратил для того, чтобы попасть в шоу-бизнес. Алексей, и вот с того момента, как вы только стали шансонье, вас теперь постоянно, признайтесь, сравнивают с голосом. Но сейчас уже меньше. Раньше было больше. Знаете почему? Потому что первая пластинка, которая вышла, она вышла дуэтной, сырый круг. И здесь вот это вот все, стечение обстоятельств, да, вот получилось так, что фамилия круг присутствует на диске, схожесть в голосе и дуэтная история, как-то это вот, наверное, в плюс сработало. И очень долгое время вот этот ярлычок, да, висел, что это какие-то, может быть, старые песни круга, восстановленные, да, какие-то записи, записанные в дуэте с его, ну, теперь уже вдовой, да. Это вот сработало, конечно, несомненно. Но эта идея была вот с Брянцева-старшего. Вот что получилось на данный момент. Ну, с Ириной, насколько я знаю, записан даже не один альбом, а несколько. Два альбома записали, да, мы на протяжении трех лет, по-моему. Седьмой год и десятый точно, да, за три года мы выпустили две пластинки. Для меня это вообще было, я не понимал, что происходит. То есть человек, который мыслил иначе, хотел быть там инженером, да, поехать работать на север, да, какие-то, может быть, там, компании нефтяные, газовые, я учился на это. И здесь вдруг сцена, ну, очень сложно. Я действительно не понимал, куда я попал. Но очень хорошая школа. Я сырый круг проработал три года по гастрюлям. Это очень круто. Может, это дождь? Да нет, слеза. Значит, ты уйдешь. Подумай сам. Если бы я вышел один на сцену в тот момент, я не знал даже вообще, как себя вести, что делать. Ну, я считаю, что вот этот психосоматический страх, работа перед большой публикой, это у каждого человека есть. Я до сих пор боюсь. Я стою за кулисами, я понимаю, что мне через 30 секунд выходить на сцену, меня трясет очень сильно. Но это волнение внутреннее. Оно присутствует до сих пор. Но я считаю, это хорошо. Есть люди, которые супротив работают, то есть надо сделать, извините за выражение, морду кирпичом, и как торпеда вышел, да, и в нагляк попер. Но я считаю, что зритель все равно это чувствует. Когда человек черствует такой, знаете, вот черствый-черствый, и он пытается вот себя показать скалой и работает прямо в зал напрямую. У некоторых ощущения складываются, я даже сам наблюдал за некоторыми выступлениями людей, то, что человек поет сам для себя, а не для зрителя. А когда есть волнение, ты пытаешься все-таки как-то завязаться, законтактировать с залом. Это очень важно. Вот это переживание, оно как раз подталкивает к тому, чтобы вот ты вышел и какую-то нашел связь с публикой. Алексей, на ваш взгляд, шансон имеет популярность или же все-таки уступает поп-музыке, рок-музыке? Мы очень сильно дискуссируем как бы на эту тему. Я вот не считаю, что жанр шансон, у него есть какое-то начало и какой-то конец, предел, да. Вот мы не будем его ограничить в рамке, потому что в свое время просто это как-то обозвали, да, это направление шансоном. Ну, здесь я не вижу никаких рамок, потому что мы слышим там и рок-направление в шансоне, в этом же опять, да, как называется, и поп-направление, что у нас вообще попсовая музыка. В нашем проекте у нас вообще поп-музыка звучит. Если говорить о том шансоне, который привыкли для себя понимать люди, да, основная масса, это вот Владимир Смешвисоцкий, да, вот Шафутинский, Разумбаум ранний, да, наверное, да, Михаил Крух, опять же, здесь я соглашусь, все-таки больше в шансоне представляют вот этих исполнителей. Новиков, Александр, ну и так далее, все наши вот мастодонты ранее этого жанра. Я не хочу ставить рамки, что такое шансон, а что такое не шансон. Главное, чтобы была хорошая музыка, качественная работа, и чтобы слушатель принимал... Людей. Да, как надо. Это, я вот прям, действительно, это очень такая тема спорная. Вот если шансон, вот здесь шансон, а это не шансон, а это рок. Я считаю, что, ну, неправильно это как-то, вот, называть шансон. Потому что Гриша Лепс, например, вот у него очень классное звучание, очень классное. У него поп-рок, просто фирменный поп-рок. Опять же, его в этот жанр присваивают. Ну, не понимаю. Главное, чтобы любили, воспринимали и почитали. Я считаю, что да. Нужно делать качественно свою работу. А сами на ком учились? Кто вам, когда вы только-только делали первые шаги, больше всех нравился? Все-таки Михаил Круг? Да, вот Михаил Круг. И с его песнями как раз я приехал впервые на студию, на прослушивание. Исполнял его песни. До этого я слушал очень много рока. Очень много слушал рока. Позже, конечно, шансон. Потому что стал взрослеть, начал вдумываться в смысл песен, текстов. И находил какие-то свои общие, да, в моей ситуации, связанные с собой. Полюбил эту музыку и, собственно, вот в ней и остался. Из молодых исполнителей, которые пробуют себя в этом жанре, есть какие-то звездочки, с которыми вы хотели? Не слежу, не слежу, к сожалению. Потому что период двухлетней нашей так называемой лихорадки немножко всех подкосил. Мы занимались, конечно, много писали, пробовали чего-то, экспериментировали. Вот. Не слежу за молодыми исполнителями. Могу сказать, что видел недавно в интернете буквально очень талантливый парень. Очень талантливый шаман, по-моему, есть такой. Очень круто человек поет. Молодой парень из Тульской области. Вот это будет достойный артист. Очень достойный. Алексей, а есть... Ну, во-первых, он еще имеет профессиональное образование музыкальное. Но у вас же тоже музыкальная школа? Музыкальная школа – это 6 лет. Параллельно с начальной школой, общеобразовательной. Я ничего не понимал. Это не считается. Ходили, потому что надо. Я понял, что когда я начал заниматься уже музыкой, написанием песен, записью, я понял, что вот в этот период нужна мне была музыкальная школа. Но не в детстве. В детстве я ничего не помню уже. Серьезно. Алексей, а какие у вас планы, с которыми можно было бы поделиться? Может быть, новый дуэт какой-нибудь, что-нибудь такое? Не могу озвучить. Почему? Потому что все-таки это вот, наверное, к старшему Брянцеву вопрос больше. Он как-то там все планирует, продюсирует, что-то готовит. Алексей, я понимаю, что у вас очень плотный график, но все-таки как вам Иркутская земля? Впервые. Мы впервые в Иркутске, впервые в Ангарске. Да, у нас была возможность, когда мы с Ирой Круг работали в 2011 году, посетить город Иркутск с концертом. По какой-то причине непонятно не сложилось. Я уже не очень хорошо помню. К сожалению, не успели мы посмотреть Иркутскую землю. Да, очень хотелось, конечно, нам попасть на Байкал. Но в другой раз, я думаю. Потому что мы вчера утром прилетели в Иркутск, отработали вечерний концерт. Сегодня вот у вас в Ангарске. Аэропорт, гостиница, зал. Вот такая жизнь. А после Ангарска куда? Назад в Иркутск, аэропорт и в Москву. То есть Ангарск заключительный? Да, сегодня мы завершаем такой небольшой тур. Зеленый будет концерт? Зеленый концерт. О-о-о! Держите зрителей. Алексей, расскажите, пожалуйста, вот в одном из интервью сказали, что не посвящаете никого в свою личную жизнь. Но есть ли у вашей дочери задания? У меня две дочери. Да, у меня две дочери. Я могу сказать, абсолютно свободно. У меня есть своя молодая семья. У меня две дочки, 15 и 12 лет. Как у них с музыкой? Ой, не дай бог. Не нужно. Мне все в этом спрашивают, вы поможете своим детям попасть на сцену? Или куда-то еще. Я говорю, не дай бог. Пусть дети выбирают свою дорогу сами. На свое направление. Но в шоу-бизнес я бы не рекомендовал. Что такое? Какие подводные камни? Почему не рекомендовали бы? Да нет никаких подводных камней. Просто я считаю, что не нужно. Девочки пусть сами выбирают свой путь. Но я, конечно же, поддержу любое направление. Конечно же, я буду помогать. Но не рекомендовал бы. Не нужно. Настоящий любящий отец. Алексей, вот я слушаю вас. Действительно, очень глубокий, приятный, бархатный голос. Что вы делаете такого, чтобы поддерживать его в форме все-таки? Абсолютно ничего. Абсолютно. Я же не профессиональный певец. Вот он у меня такой... Знаете, как говорят, мутация произошла? Да, в первом возрасте, там какой-то, не помню, старшей классы школы. Вот он таким и остался. Все, я ничего специально не делал. Ну, конечно, курю сигареты. Это никак не мешает и не способствует этому голосу. Ну, как-то так. Так природа распорядилась. Я ничего... Родители абсолютно нормальные, обычные голосовые родители. Вот так сложилось. Не простыл, не специально ничего не делал, не связки там. Ну, вот как-то так. Вот есть такое явление и есть. Я даже сам порой не замечаю, что он у меня такой низкий. Я просто настолько уже привык с детства, что он такой. Поэтому я себя не слышал, что вот он там звенит, он или там рычит. Ну, ну так. Что можете пожелать ангарчанам? Ну, что можно пожелать в настоящее время? Пусть все будут здоровы и счастливы, пусть берегут своих родных и близких. Пусть у всех будет все хорошо. А сегодня мы постараемся ангарчанам добавить еще чуточку настроения на нашем концерте. Спасибо вам большое, Алексей, за это интервью, за возможность пообщаться. Вы очень интересный собеседник. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова